Еще одна управляющая компания оказалась в центре жилищного скандала. На этот раз это жилищники Приволжского района. Уфас требует принудительно расформировать организацию. Этот факт скрылся после того, как в арбитражном суде началось рассмотрение дела против управляющей компании «Уютный дом». Однако сегодня выяснилось, что иск против УК Приволжского района был подан намного раньше. Причем суд встал на сторону жилищников. На сегодняшний день жилищный кодекс определяет право собственника по избранию способа управления. Орган антимонопольной политики пытается данное право передать в инициативу или управляющей компании, или данной ситуации антимонопольного органа. Мы считаем, что данный иск незаконен. По данным жилищников, сейчас по этому иску Уфас подал апелляцию вышестоящий студентный орган. Однако в Приволжском районе уже создана конкурентная среда среди жилищников. К примеру, УК Приволжского района в июле 2014 года расформировано на две юридические организации. Дома поделены. В одной обслуживается 243, в другой компании – 273 многоквартирных дома. Однако сами жители района считают, что это их коммунально-бытовые проблемы не решило. Вот 41-43 дом. Ремонт делали капитальный. У нас в 2006 году, у них в 2011. Сейчас опять делается капитальный ремонт, значит, снаружи в подъездах. Вот. Я говорю, почему? Там деньги, значит, есть на ремонт. А у нас подъезд. Я говорю, я боюсь, что у нас вот входная железная дверь выпадет. То у них денег нет, то еще что-то. Деньги выделили нам. Поэтому такие неприятные слова слышали в свой адрес. Схожие претензии УФАС предъявляет к управляющей компании «Уютный дом», который обслуживает более 500 домов. Иск в суд было решено направить после многочисленных жалоб жителей Новосайвиновского района, которые считают, что эта жилищная компания не справляется со своими обязанностями. Рассмотрение этого дела в очередной раз отложили. Пока управляющая компания Приворского района отрицает все обвинения, предъявленные федеральной антимонопольной службой. По их словам, все работы они выполняют вовремя и качественно. Их вина пока никем не доказана. Апелляция по данному судебному делу назначена на 16 сентября и пройдет она в Самаре.